Всем привет, с вами Павел, и мы продолжаем проходить игру Кровная Вражда, Ведьмак, Истории. В предыдущей серии мы с вами выиграли битву за Ривии, но император сбежал, и теперь мы отправились в Альдсберг, чтобы помочь Димовенду отбить его замок, где укрылся наш предатель, генерал Золотого Солнца. Ну что ж, перед этим тут нам сказали, что хотят наши друзья поговорить, ну давайте с ним поговорим. Эх... Но... в чём дело, госпожа? Хм... А давайте, чё бы нет-то. И напомню, что в предыдущей серии мы ещё потеряли нашего сына, поэтому наследников, я так понимаю, у нас не осталось. Поэтому нам нужен новый король. Дело в том, что я больше не хочу отдавать тебе приказы. Ваше Величество, вы... Желаете, чтобы я оставил двор? Нет, Рейнард. Я хочу, чтобы ты остался. Но не хочу быть для тебя только лишь королевой. Ты меня понимаешь? Понимаю. Мэва. Мне пора. Рад снова видеть тебя, королева. Тебе что-нибудь нужно? Ты помнишь наш разговор о Махакаме, когда ты решил уйти со мной? Ясное дело, помню. Ты пощадила меня и мой клан, я твой должник. Мы выиграли войну, и твоя роль в победе очень важна. Свой долг ты заплатил с лихвой. Я поражен, как сказал король Дезмонг, когда ему в легкое попал арбалетный болт. Довольно болтовни, дай-ка я тебя обниму. Быть может, не сейчас. Габр, у тебя уже есть планы на будущее? Ха! Еще сегодня утром я не ожидал даже, что у нас состоится этот разговор, так что... Война окончена, но сделать нужно еще очень много. Я хочу наладить отношения с нелюдями, Габр, и думаю, что ты можешь мне в этом помочь. То есть, ты хочешь, чтобы я остался при твоем дворе? С радостью, ваше величество! Вернемся к этому разговору позже. Я так понимаю. Ладно, удачи, карантин. Теперь со всеми будем говорить в одном и том же тоне, что они будут делать после войны. Арньорьф, садись за какой-нибудь стол. Выпьешь, познакомишься с людьми. Пожалуй, мы друг друга не поняли, женщина. В твоей армии я не ищу новых приятелей. Я ищу смерти. Достойной, славной смерти. И чем быстрее ты меня к ней приведешь, тем лучше. Я все думаю. Что значит эта татуировка у тебя на лбу? Это не татуировка. Я вырезал эти руны ножом. Какая разница чем? Что они значат? Целься сюда. Эти слова для вражеских лучников. Жаль, но они их, похоже, не читают. Издали не видно, а вблизи уже поздно. Война подходит к концу. К сожалению. Что? Почему? Я выжил. Опять. Обустраивай заново свои земли, прекрасная королева. Радуйся жизни. Я и мои люди должны отправляться дальше. Орньольф, в Лирии и Ривии никому нет дела до вашего прошлого и ваших грехов. Оставайтесь тут. А что потом? Что мы скажем предкам, когда придет время? Женщина, я хочу сидеть и пить мед за одним столом с ними. И потому должен уйти. Это не мое дело, но... Почему ты так хочешь умереть? Только так я избавлю свое имя от позора. Меня ведь зовут Орньольф, отцы-убийца. Ты, должно быть, слышала. Погибнуть от рук своего ребенка... Такая страшная судьба ждет и меня, если я проиграю войну. А ты это заслужила? Что? Я не всегда была справедлива к Вильяму. Я не считалась с ним, не замечала его, но... Не замечала она. Послушай, женщина. Мой отец бил меня так, что я блевал красным и ходил весь синий. Пил и бил, пил и бил, пил и бил. Моего брата, Ульфа, он забил до смерти. Мать сама лишила себя жизни. Я не встречал твоего сына, но с тобой я немного знаком. И вот что скажу. Никто из вас не должен проливать кровь. Я так понимаю, этот разговор должен был состояться раньше. Но у нас он только сейчас состоялся. Потому что как бы сын-то уже погиб. Будь здоров, Арн-Ёльф. Да. Война подходит к концу. Что теперь? Подходит к концу война с Нильфгардом. Но другие еще идут. О чем ты говоришь? В лесах все еще прячутся остатки Банска и Таэли. Да, но я слышала, что они отступают, идут на восток. Почему бы просто не дать им уйти? А, чтобы они набрались сил? Ну уж нет. Нужно их добить, пока это возможно. Раздавить, как червей. Райла. Когда-то ведь нужно сказать «хватит». Остановиться. Я остановлюсь, когда лягу в могилу. Не раньше. Мне пора. Пог... Так, ну что ж, Коском. Как у нас дела? Слушай, я хотела бы еще поговорить. Я знаю, о чем ты хочешь поговорить. А ты знаешь, что я не хочу продолжать эту тему. Если давить мысли в себе, это не поможет. А что поможет? Наверное, путешествие во времени? Мэва, поверь мне. Я уже оплакал свою семью. Я больше не хочу об этом ни думать, ни говорить. Ну, чем теперь займешься? Да я и сам сейчас раздумываю. Я бы вернулся к разбою, но ты бы точно этого не одобрила. Точно, не одобрила бы. Поэтому я позаботилась о том, чтобы ты не чувствовал искушения. Ты получаешь во владение имение под спалой. Что? Мэва, я... Черт. Я не знаю, что и сказать. Хоть раз скажи это. Благодарю тебя, Мэва. Нет. Это я тебя благодарю. От всего сердца. Мне пора. Будь здоров. Ну что ж, все вроде. Все у нас сделано, все выполнено. Ну что ж, генерал Золотого Солнца, берегись. Ордаль Аэвдаги. Мэва идет. Глядите, это ж Мэва, истребительница черных. Да здравствует королева! Во-во. Того и гляди, самого императора с трона погоните. А говорят, будто война мужской... Того и гляди, с... А... А говорят, будто война мужское дело. Ну вы им и задали, ваше величество. Всем отрядам, всем солдатам на службе Нильфгардской империи, настоящим приказываю безотлагательно направиться в крепость Альдерсберг. Оборона этого замка имеет ключевое значение для планируемого контрнаступления. В невыполнении настоящего распоряжения будет караться с особой строгостью. Герцог Ордаль Аэвдаги, великий канцлер, командующий группой армии Восток. Как битва какая-то. Лирийская армия так разрослась, что Мэва не видела ее начала, двигаясь в риргарде колонны. Уходящая за горизонт цепь солдат в блестящих шлемах наполняла ее гордостью. Мэва прошла долгий путь. Внезапно от начала колонны до Мэва донеслись звуки боли. Крики! Ляск железа! Замкнуть ряды! Усилить левый фланг! Мэва достала оружие и пустила коня голопом по обучению. Только через некоторое время она наконец увидела, с кем столкнулись ее солдаты. В кубах пыли сверкали золотые солнца. Так, короткий бой. Короткий, так короткий. Так, шел вон отсюда. Ты тоже, в принципе, не понадобишься. Две давилки. Вот так пойдет. Окружите! Да это наверняка и важный урок. Но вот такой. Спеките. А дезертир? Так, ну что, давайте так. Хорош! Х1! Ой, вообще классно! Так, наверное, Эль надо. 101, 102, 103. 152, 154. Так, теперь сюда. Идет. Опять, картошка. Ходи. Так, хорош. Левый, правый, левый, правый. Ох, тут вообще жесть какая-то была только что. Так, тут надо, я думаю, немножко сделать. Веселее. Так, что у нас тут. Иди сюда. Деньги не пахнут, неважно сколько их. они все что это дезертеры давайте его туда попал одному сапогу в глаз 20 шагов супер в в в в в вообще разгром учинили снова на фронт одно и то же тише ты вдруг политолог услышит да и ладно даже ходить не буду что время терять то пощадите смилуйте миль в гааксе обычно организованные полные решимости в этот раз быстро сдались и бежали это лишившиеся командира дезертиры отрапортовал разведчик они шли на юг в сторону границы пленники сидели на пыльной дороге мэва остановилась возле одного из них он давно не брился грязную повязку на его руке облепили мухи при виде королевы солдат опустил голову он дрожал от страха я знаю что вы держите нас за дикарей сказала мэва оглядывая тощих имперцев но не бойтесь мы не сдерем с ваш шкуры и не сварим живьем а жаль когда я подпишу мирный договор то отправлю вас по домам и надеюсь что уж на этот раз вы там и останетесь королева села на коня с трудом сдерживая гримасу боли на бедрах у нее были ссадины руки были изранены поводьями закусив губу она подхлестнула коня цель была уже близко я был в альдерсберге перед его сдачей а теперь я его отобью другие короли могли бы другие короли могли бы у вас это мы должны были помочь мы должны были помочь лирии шашки помогли то с чем я все это собираю вообще не понимаю у нас по-моему так же всего перебор а туда-ка попасть алё ммм окей а это тут обойти наверно как-то с понизом можно рейла что ли проклятие прошептала королева глядя на окровавленные тела преступление совершили крестьяне из каменоломни в вороньем ярух которых мэва приняла в ряды своей армии боль и страдания причиненные нильфгаарцами были все еще свежи в памяти ревийцев они не могли стерпеть того что их мучители избегнут кары и потому решили сами с ними расправиться пусть даже против в королевской воле это звери а не люди кричали бывшие ревийские крестьяне с оружием в руках они это заслужили поделом им мэва знала что должна наказать тех кто устроил самосуд но в итоге предоставил решать судьбу виновных их командиром невзирая на протесты советников она уже устала делать выбор из двух зол и чё с ним стало то да здравствует мэва да здравствует королева слава избавительнице теперь еще прогоните черных с альдерсберга и война выиграна наш наш демовент неплох но с мэвой и рядом не стоит мэв мэв подбище какое-то выросло тут кем мы вообще хотим что мы здесь вообще делаем я не понимаю зачем все это делаю у нас этих ресурсов выше крыши я не думаю что что-то нас уже тут остановит война близится к концу черный удирает поджав хвосты время поднять из пепла нашу отчизну все кто жив беритесь за молотки топоры и пилы засучите рукава и принимайтесь за работу отстроим наш дом всем народам вот это хороший призыв о мать привела вас к победе да конечно зажжем свеч нильгарцы прогневали богу весь сеть весь 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 север благо окей окей все что здесь давайте всем будем помогать отстроимся заново так все здесь давайте туда переместимся мне что тут бегать мэвэ мэвэ заметила что один из ее разведчиков а именно капрал ларкин придержал коня и сосредоточенно всматривается в лесную чащу ваше величество могу поклясться что я что-то слышал вроде как шепот засада но сейчас ничего тишина может мне просто показалось показалось мэва положила руку ему на плечо ни у кого нет зрения и слуха острее твоих если ты говоришь что что-то услышал нужно это проверить капрал ларкин отдал честь а затем направился в лес бдительно осматриваясь по сторонам вдруг что-то привлекло его внимание он спрыгнул с коня и отвел рукой листья папоротника открывая следы на сырой земле ваше величество крикнул он резко оборачиваясь в сторону тракта велите трубить тревогу это ская а из-за деревьев вылетела стрела и заставила гонца замолчать попав ему в горло минутой позже лес огласился криками на старшей речи эльфы шли в бой ох ты то есть то есть и все и все все вырежет я чувствую так как и лишнее тоже лишние тем более лишние вот пойдет я вам говорила что это никогда не закончится так что провернем дельца я а а я а а а ой 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 а это я зачем сделал ой ну ладно ой 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 попал он наносит две единицы я не подведал да так по нормальным надо вот так сделать я получал когда-нибудь камнем по зубам а милит 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 ну ладно давайте вот так сделаем еще одного барабанщика одно и то же крепись любовь моя милит 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 Да, отлично. Мы не хотели с вами драться. Зваэры! А кто тогда убил Капрала Ларкина? Бабалаки? Мы увидели вас на тракте и спрятались в лесу. Ждали, пока вы проедете. Но ваш разведчик что-то услыхал. Обнаружил наши следы. Поймите, у нас не было выбора. Да, конечно. Вы могли сдаться. Вот-вот. Так же как отряд Ристана. Они сложили оружие к ногам Айдирнского генерала, а тот велел их повесить. Всех! Раз уж нам суждено умереть, мы лучше умрем с оружием в руках. Не умрите. Что вы вообще тут делаете? Идете на подмогу Айбдаге? На подмогу? Нет, Рена, мы бежим. Когда Нильфгардцы поняли, что проигрывают, они отреклись от нас. А без их поддержки у нас нет никаких шансов. А если Нильфгард вернутся, вы опять к ним побежите, да? Красосавцы. Димавент отправляет за нами своих псов. Они истребляют отряд за отрядом. Он дает 50 кусков золота за голову каждого с Каэтаэля. В Тимерии и Каэдвене все точно так же, если не хуже. Мы хотели объединить свои силы с отрядом Йорвета и вместе бежать как можно дальше отсюда. Это наша последняя надежда. Почему ты мне все это рассказываешь? Потому что вы слушаете, и пока не велели меня убить. Значит, у вас все же есть сердце. Эссеадх айне айн тху. Уже нет. Эльфы часто говорят красивые слова. Но их нужно судить по делам, госпожа. Припомните, что видели в Синявой Пуще. Умоляю. Нас осталось немного. Мы изранены, измучены. Мы ничем вам не угрожаем. Да, конечно. Позвольте нам уйти с ваших земель. Этой землей распоряжаюсь не я. И судить вас не мне, а Димавенду. Вы знаете, что нас ждет, если мы попадем к нему. Знаю. Но не знаю, что будет, если я вас отпущу. Может быть, вы мирно уйдете. А может быть, кто-то снова наткнется на ваш след и погибнет. Как капрал Ларкин. Я не возьму на себя такой риск. Так что? Наша смерть — это меньшее зол? Королева не отвечала. Эльф покачал головой и сам протянул руки, чтобы его заковали. Мэва отправила его с остальными скейтаэлями к Димавенду. Что с ними стало потом? Легко догадаться. Вздернули. Ну, по крайней мере, наши руки чистые. Так, тут... Господа эльфгардцы. Времена, когда вы могли требовать, настаивать и ожидать, подошли к концу. Мое вознаграждение не обсуждается. Нисколько платить, ничем именно. Потому как ваши флорены уже сейчас стоят меньше, нежели цитарийские гроши. Даю вам время до завтра. А после дорога в сторону границы станет небезопасна. Ибо с юга уже надвигается королева Мэва. Хэ. Что за хэ? Что за хэ? Кто это? Мэльфгард нас предал. А вы что думали? За их спинами будете прятаться. Че, чуть-чуть осталось. Город нас пережит. Свежие яйца! Кому свежие яйца? Шелка, атласы, копченые колбасы. Покупай икру белуги, чтобы гадить без натуги. На рынке в Гармилене кипела жизнь. К удивлению Мэвы. Ведь всего несколько месяцев назад мельфгардцы сравняли этот город с землей. Восстановление, однако, шло полным ходом. Повсюду были слышны молотки и пилы. Пахло строительным раствором. Завидев королеву, бургомистр поспешил на встречу именитой гости. Так мы вроде деньги оставляли. Все это должно стоить целое состояние. Откуда у вас деньги? Мы взяли отличную суду. Сумма крупная, процент низкий и срок погашения сто лет. Хотела бы я познакомиться с банкиром, раздающим такие щедрые кредиты. Нет, ничего проще, ваше величество. Он живет прямо возле рынка. Заинтригованная королева попросила назначить встречу. Ее приветствовал никто иной, как Мурка Видмар. Краснолюд, которому Мэва помогла, скажем так, раздобыть уставной капитал Адна. Кого я вижу? Моя благодетельница! Милси просим! Милси проси! В банке работа била ключом. Шелестели бумаги, свякали монеты, стучали печати. Мне стало известно о льготном кредите, который ты выдал. Срок погашения сто лет? А куда мне спешить? Ну и потом. Работа идет, аж приятно посмотреть. Каждый строится как хочет. Мы в Махакаме год бы спорили, как закладывать фундамент. На два метра или больше на сантиметр. Королева разделила с Мурка роскошный ужин, пожелала ему успехов и отправилась дальше. На следующий день квартирмейстер пришел к ней с любопытной новостью. В одной из повозок нашли сундук, наполненный золотом. Солдаты чесали в затылке. Кто же преподнес им такой подарок? У Мэвы были некоторые соображения. Ну прям вообще шикарно. Город нас переживет, городам не страшны года. Смелость города берет, смелость строит города. Вот так вот, да? Ну да, монтажники-высотники. Забавный. Ну отлично. Но что-то все-таки полезное мы сделали. Так. Все вроде. Ваше Величество. И меня будет честью сражаться вместе с вами. А ты кто? Вместе мы вышвырнем. Да здравствует Айгир. Да здравствует Ривия. Да здравствует Хайрул. То есть Лирия. Да здравствует... Ну что, финал? Лирийский корпус приближался к Альберсбергу. Стоял прекрасный солнечный день. Легкий ветер шелестел в тронах деревьев. Но Мэва не обращала на это внимания. Перед ней снова вставали картины первых дней войны. Стены, освещенные заревом пожаров. Крики беженцев. И душевые запахи нападет обо мясо. Крепость снова была в осаде. Но на этот раз над лугами развивались флаги Айдирна. А на башнях рели изорванные нильфгардские знамена. Королева без труда отыскала палатку Димовента. Она была соткана из шелка и расшита серебряной нитью. Похоже, в королевство вернулось изобилие. Тихо проговорила Мэва. Наконец-то! Королева Мэва! Спасительница Севера! Укротительница Черных! Я не терплю насмешек. Да я бы не осмелился. Это не мои слова. Так тебя прославляют в песнях. Сам мастер Лютик написал о тебе балладу. Битва за мост. Если верить поэту, ты владеешь мечом не хуже ведьмака. Ты, похоже, завидуешь. Вот ведьмак бы нам пригодился, конечно. Да если честно, так и есть. Мне не хватило отваги, решительности. Когда весь Север поджал хвосты, ты одна показала когти. Что ж, пусть это будет уроком на будущее. Раз уж речь о будущем, как там твой сын? Болдуин. Растет как на дрожжах. И похож на меня, как две капли воды. Это хорошая новость, учитывая профессию его матери. Тише. Теперь это графиня Дамрока из Гулеты. Придворная дама. А лета из Гулеты. Никак там родственником не является эта дама? Твоя законная супруга должно быть в восторге. Сложно сказать, если честно. Я давно с ней не виделся. Обязанности, понимаешь ли. Ага. Ты, конечно, усердно трудишься. Особенно по ночам. Даже не знаю, что и сказать после такого. Хе-хе-хе, ну можно и так сказать. Но довольна вам. Раз уж мы сплетничаем, как две кумы на завалинке, то скажи, что с Вильямом? Ничего хорошего. Он пал в битве за Ривию. А на чьей он был в стороне? На чьей следует? Дима Венки, это свежая рана. Я не хочу об этом говорить. Урок на будущее? Что ты имел в виду? Ай, моя дорогая. Ты ведь знаешь, что эта война не положит конец растрам с Нильгар. Мы подпишем договоры. Черные вернутся за Яругу. Но прежние границы так никого и не устроят. Благодарю. Меня полностью устроят. И я бы желала, чтобы их больше никто не переступал. Эх, Мэла. Ты гениальная воительница, но стратег из тебя никакой. Подумай на несколько шагов вперед. Если мы дадим Нильгарду набраться силы, лет через 10-20 он снова нападет. Нужно это предотвратить. Собрать армию. Затаиться. И когда они меньше всего будут этого ожидать, перебить им хребет. Подумай, если бы мы объединились силы. Довольно. И слушать об этом не хочу. Я помогу тебе отбить Альдерсберг, а потом вернусь к себе, где собираюсь спокойно дожить до старости. Ну, как хочешь. Мы можем начать атаку на город в любой момент. Но... Давайте прям сейчас. Но... Мои разведчики сообщают, что с юга движется небольшой отряд Нильгардс. Скажут по бездорожью, под покровом ночи. Кого-то сопровождают. Айбдаги. Кого? Не знаю. Может, чародея, который помешает захватить город. Так или иначе, прежде чем мы ударим, нужно убедиться, что отряд этот не доберется до Альдерсберга. Я этим займусь. Точно? Ты только что приехала. Наверняка утомлена путешествием. Не то слово. Но я хочу как можно скорее покончить со всем этим. Мэва бросилась в погоню за Нильгардсами в сопровождении гавалериев. Ее разведчики, проведшие армию через горы Махакама и болота Ангрена, не имели себе рамок. Они быстро отыскали следы врага. Сюда, Ваше Величество. Они недалеко. Уже в тот же день отряд Мэвы нагнал Нильгардсов. Берийские всадники окружили врагов, вынуждая их остановиться. Стало тихо. Настолько, что слышно было, как натягивают тетиву. Кто из вас знает всеобщую речь? Я, Ваше Величество. А ты кто? Я вижу, ты знаешь, с кем имеешь дело. А тебя как зовут? Колдвин, госпожа. Наконец-то слышу Нильгардское имя, которое я в состоянии выговорить. Так вот, Колдвин, не сегодня-завтра война закончится. Глупо было бы сейчас умереть, правда? Трудно не согласиться, Ваше Величество. Вот именно. Я пролила уже довольно крови, утолила эту жажду сполна. Поэтому обещаю, что вы уйдете живыми, если не дадите мне повода вас убить. А теперь говори. Что ты везешь к генералу Айбдаги? Письмо. Это должно быть действительно срочное сообщение. Кто его написал? Госпожа Айбдаги? Нет, Ваше Величество. Император. Ну и ну. Ты должно быть важная персона, раз возишь письма от самого Эмгира. Но ты носишь простой мундир, я не вижу на нем никаких знаков отличия. Кто же ты на самом деле такой, Колдвин? Шпион? Обычный посланник, Ваше Величество. Ой, что-то он не договаривает. Не лги. Я знаю, как ездят посланники. Поодиночке, без доспехов, на резвом коне. А тебя сопровождает тяжелая кавалерия. Я развожу приказы, которых адресаты обычно не желают выполнять. Поэтому я никогда не путешествую в одиночку. Хм. Неужели Айбдаги отстранили? Дай мне это письмо. Я поклялся доставить его генералу Айбдаги или погибнуть. Тогда сделаем так. Мой переводчик прочтет это письмо, а затем тебе его отдаст. Так ты не нарушишь клятву и, может, даже выживешь. Может быть. А если я не соглашусь? Догадайся. Будь по-вашему. Я принимаю ваши предложения. Переводчик сломал печать, прочел письмо, и глаза его стали похожи на блюдца. Он приблизился к королеве, сказал ей что-то шепотом. Правда? Никакой ошибки? Что-нибудь вроде... Сегодня твой счастливый день, Колдвин. Я позволю тебе завершить твою миссию. Но при одном условии. В каком? Вручая письмо, передай генералу мой пламенный привет. Колдвин направился в сторону Альфа. Верийцы смотрели на королеву в шоке. Не в силах поверить, что она просто так отпустила Нильфгаарца с его письмом. Мэва разразилась смехом и подумала, завтра они поймут. Генерал Аэб Даги начал вторжение в Лирию и Ривию с самонадеянных претензий к Мэве. Нильфгаардец мог позволить себе дерзость. Он был уверен в быстрой и решительной победе. Но уже через несколько месяцев он получил ультиматум за подписью императора Эмгыра Варемрейса. Содержание документа было кратким и предельно конкретным. После смерти генерала Аэб Даги Нильфгардская армия погрузилась в хаос. Короли Севера объединили силы, воспользовались этим замешательством и нанесли удар, одержав решающую победу. Солдаты славили своих правителей, а в особенности королеву. Мэва совершила невозможное. Благодаря ее героизму, решительности и смекалке вторжение Нильфгарда закончилось разгромом. Королева правила еще много лет. Строго, но всегда справедливо. Ха, так эта баба защитила Север от черных, что ли? Можно и так сказать. Ну, дела. Она потом нашла себе обувника там или как? Да умись уже. Мил человек всю ночь языком чешет. История и конец. Давай кушь, спай. Да, тем более, что перед нами еще долгий путь. У тебя уж небось в горле пересохло. Ты только скажи еще, что с ними стало. С Рейнардом, с Гасконом. Ну, в двух словах хотя бы. Эх, ну, будь по-твоему. Начнем с Вильяма. Его все считали пешкой, орудием в чужих руках. Но он доказал, чего на самом деле стоит. И пусть войну он начал с предательства, погиб он как герой. Таким его и запомнили. Гаскона сел в Ривии, где вел степенную жизнь, соответствующую его благородному происхождению. Носил дублет с брыжами, присматривал за скотом и плодородными полями, посещал торжества и банкеты. Но однажды ночью он взял свой лук со стрелами, оседлал любимого коня и бесследно исчез. Хотя Нильфгаард потерпел поражение во многом благодаря Меве, ее имя произносили там с уважением. Солдаты, которые вернулись с фронта, с восхищением рассказывали о ее отваге и великодушии. Они дали ей прозвище Гваэдин, непокорная. После того, как Скайтаэли покинули Королевство Севера, у эльфов и краснолюдов не осталось выбора. Они вышли из лесов и вернулись в людские города. Нелюди жили в постоянном страхе, сознавая, что рано или поздно разразится очередной кровавый погром. А Мева, как я и говорил, она правила железной рукой. При поддержке Рейнарда, который смягчал нрав королевы. Для нее он стал не только генералом и доверенным советником, но кем-то большим. Гораздо больше. А теперь, если позволите... Конечно, конечно. Мужики, оставьте уж его в покое. Отдыхай себе на здоровье, пока не пришло время для новой истории. И это все? Я думаю, побольше расскажут. Ну что ж. Жаль, конечно, что мы не смогли спасти своего сына, но... Он должен был, наверное, только как-то пожертвовать собой, чтобы действительно оправдать свое предательство. Соответственно, непонятно, что стало с Махакамом, что стало с другими государствами, что стало вообще с людьми там, что стало с нашими героями, которые были вместе с нами. Могли бы и побольше все это расписать. Ну, закончилось так, как должно было, наверное, закончиться. Мы стали править. И, в принципе, нас назвали непокорны. И все восхваляют наше правление. Ну что ж, ребят, на этом, наверное, все. Мы будем заканчивать. Досмотрим, конечно, титры. Может быть, еще что-то покажут в конце, хотя маловероятно. А с вами был Павел. Всем пока. Увидимся на прохождении другой игры. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры Алексею Дубровскому! Продолжение следует... 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 Продолжение следует...